И снова приветствую тех, кто увлекается недорогим тюнингом, но хочет красоты и функционала. Собственно, небольшое размышление о дульных устройствах сегодня для Калаша Арки. Конкретно о реплике Лантака Дракона хочу поговорить. Собственно, я уже показывал у себя, что приехал у меня такой ДТК. Сейчас хочу немного рассказать по сравнению, по вариантам и некоторые новинки хочу раскрыть. В основном это видео, конечно, я снимаю для темы, наверное, попытаюсь привезти несколько таких ДТК на продажу. Немножко пополнить, скажем так, свое материальное положение для того, чтобы можно было что-то новое покупать и показывать для экспериментов этого. Потому что, привезя и продав, скажем, два таких ДТК, я могу один экспериментальный еще заказать и вам его показать. Собственно, не буду скрывать, что немножко барыжная схема, хотя там заработок от силы, не знаю, процентов 10. Наверное, но риск большой, кстати, потому что заказывать это надо на производстве. А какой там будет выхлоп и будет ли вообще, неизвестно. Потому что, скажем, когда-то человек у меня увидел ДТК, попросил ему привезти. Я их, по-моему, заказал две штуки, собственно. И, как видите, оба они у меня до сих пор. То есть, человек не купил. В итоге, я поставил один себе на калаш и, в принципе, я очень доволен. Если вы видели, ну, смотрите мой канал какое-то время, там, как минимум, последний год, вы видели несколько видосов, где использовался вот этот ДТК, типа Лантак Дракон, на моем калаше, там, на буллпапе мы испытывали. Вообще, там, цевьё длинное, вот я на калаше показывал, то есть, с длинным хватом. То есть, работает он изумительно. При том, что, вот если присмотреться, это всё-таки копия именно Лантака. 556, как-то он там называется, точно модель не помню, но предназначен он именно для арок в 223-м калибре. Вот, почему так? Смотрите, значит, он такой более мелкий. Так, я, наверное, калаш уберу, чтобы он здесь не мешал, потому что мне нужно сравнивать с аркой. И буду сравнивать вот их таким вот образом. Просто, чтобы вы видели, что на калаше он таким образом стоит, то есть, всё нормально. И, почему он для калаша сделан, здесь вот такая вот выборочка есть. То есть, это специально я в рукопашную подготавливал, притирал эти ДТК к калашу. Но, сразу скажу, что, вот видите, у меня уже немножко разболтался. Но, тем не менее, работает прекрасно. То есть, СТП не уходит, ничего такого плохого не происходит. В отличие от некоторых других ДТК. Но, об этом, наверное, всё-таки нужно будет говорить. Но, она будет говорить отдельно. Так, надеюсь, на ногу мне не упадёт калашка. Вот. И, собственно, давайте теперь поближе этой штуке так поставить. Я его смогу или не смогу. Собственно, давайте сравнивать. Так, минутку. Сейчас я опять камерой немного увеличу. Попытаюсь. Для сравнения. По размерам. Значит, вот этот ДТК работает на калаше. И, как я сказал, это копия под 223-й калибр. В данном же случае у меня на 223-м стоит копия, которая для 308-го калибра предназначена. Вот, если смотреть сверху, видим такие вот поясочки есть. И здесь сбоку увеличенные жабры. Вот, оно, наверное, будет под углом более видно. Есть вот такие жабры. Здесь их нет. Здесь просто, как бы, цилиндрическая форма, которая несколько раз меняет свой диаметр, как мы видим. Вот, и вот эти вот жабры в 762 для калаша, у оригинального лантака они есть, собственно. Но, вот эта копия справляется с 762, то есть на калаше вообще прекрасно. Не знаю, как будет 308-м, например, там, которые 762 на 51, да, или, не дай бог, там, 762 на 54Р. Кто его знает, как она будет там работать. Ну, да, лучше вот такие использовать. Так вот, во-первых, это китайская копия лантака. Выполнен он из стали. Давайте я где-то... У меня был манитик. Ключа. Сейчас, секунду. Нет. Вот, видим, что он полностью стальной. То есть никакого не алюминия. Сталь, я бы не сказал, что особо там супер-пупер какая-то. Ну, видно, что сталь нормальная, то есть он точен. Здесь даже следы резца, где-то есть покрытие какое-то, вот, а-ля фосфатирование, какое-то металло. Ну, явно не краска, потому что очень, очень такое покрытие хорошее. И снимается она только, когда, видите, вот, идет обработка. Вот. Что самое интересное, вот эти работы по подгонке к калашу я сделал довольно давно, уже, наверное, больше года. Если не все два. Он у меня лежит. Вот. Я его было одно время потерял. У меня человек другой хотел его купить, но я его не мог найти. Он у меня, оказывается, в коробочке с краю так красиво лежал. Вот. А я не мог его найти, он перед глазами у меня был. Собственно, металл не окисляется, ничего с ним не происходит. То есть нормальная поверхность, я думаю, и металл сам нормальный. На своем калаше я уже, наверное, не знаю, больше двух сотен выстрелов настрелял. Ничего с ДТК не произошло. Но, опять же, он, так как была копия под 5.5.6, он расточен здесь, по-моему, до 9 мм. Сделан проход. В нем видим, да? Вот. И, собственно, вполне нормально работает. Так вот, нормально здесь сделана, ну, расширительная камера, так, наверное, нельзя говорить. Но, в принципе, вот этот задульным срезом, вот здесь находится дульный срез, и сразу за ним, перед первой перегородкой, идет два дроссельных сбросных отверстия для газов. Собственно, за ним выходит, ну, пуля проходит, затем получается вторая перегородка, вернее, первая перегородка, вторая, и вот это, по сути дела, третья. То есть, трехкамерный ДТК, где частично сбрасываются газы в первой камере, здесь чуть меньше отверстия уже в третьей камере. Ну, и далее здесь, как бы, немного компенсируется все-таки выход газов, чтобы не было подброса ствола. Вот такой интересной конструкцией именно на срезе самого дульного устройства. Довольно прикольная штука. Я не ожидал, что он вот в такой конфигурации будет хорошо работать. Опять же, повторюсь, жабер здесь нет, как у оригинального ДТК, вот, Лантака, увеличенного. Но вот в такой компактной конструкции он работает даже с калибром 7,62. В данном случае, вот это уже, скорее всего, просто другой производитель. Вот этого уже нет, у которого я раньше брал, к сожалению. Вот, то, что у меня отставалось из запасов, сейчас вот один в продаже у меня остался, кстати, вот, последний. Если его заберут, у меня хотя бы будет, там, какая-то денежка, чтобы привезти новую модель, там, посмотреть, испытать очередной ДТК. Хочу попробовать именно для 223-го. Собственно, здесь резьба была, это я брал, кстати, для страйкбола, чтобы на страйкбольном использовать, на страйкбольных арках. Там на арках идет калибровая резьба 14 на 1 минусовая. Здесь такая же резьба сделана, то есть вполне можно было на страйкбольных использовать. Я просто даже в страйкболе стремился больше к какому-то реализму, почему вот я больше люблю ГББ оружие, то есть газовое оружие с имитацией отдачи и так далее. То есть где сборка, разборка напоминает оригинальное оружие. Стрельба тоже с постановкой на затворную задержку, те же клины бывают, там, двойные подачи шаров и так далее и тому подобное. В общем, кто сталкивался, тот, наверное, знает. Вот, и мне это очень нравилось, и, в принципе, почему я потом перешел на оружие. В общем, много тюнов, которые я брал для того, чтобы поставить на страйкбольное оружие, оказалось, что можно использовать и в оригинальном. Ну, обвес это вообще как бы без вопросов может подходить. Сейчас минутку дернется камера, я чуть уменьшу зону. Вот. И почему бы не попробовать? Поэтому я когда попробовал, нормально работал, вот. И люди у меня когда заказали, я заказал еще, но так он пролежал долго. В принципе, вот одна штучка осталась, того производителя, у которого я покупал, ну, не знаю, года 4, наверное, назад. Уже вот сразу, когда люди заказали, года 2. Ну, приехали, я подогнал их под свой коллаж и испытал, все было нормально. Собственно, а теперь о варианте для арки. Почему я решил все-таки видос такой сделать? Потому что, как видим, они очень отличаются. Ну, очень. Они очень похожи, но они не отличаются. По размерам, по габаритам, видим, что, скорее всего, линейка идет одна. То есть, как производитель делает эти ДТКшки, а-ля он там дракон. Они идут все однотипные, просто отличается резьба, которая на ствол идет. Собственно, смотрите, варианты какие. Во-первых, и чем отличается? Видим, что здесь дроссельные отверстия такие большие довольно-таки. По длине все-таки этот больше, по диаметру он больше. Опять же, вот эти пояски, где потом по бокам развитые жабры, вот, все это как бы есть и отличается. Опять же, нет, а, ну это же я сам сделал. В комплекте идут краш-вошеры, так называемые, которые вот я подогнал под свой ствол на 223. И вот эти ДТК есть в исполнении, как обычная сталь покрыта, вот, нитридное покрытие, как-то там пишут, или фосфатирование, что-то такое. Обычная сталь, да, такая вот. И вариант вот из нержавейки, как вы видите в данном случае. Вот. Собственно, если будут люди заинтересованные, я попробую заказать несколько штук. И варианты, значит, какие идут? Он есть в варианте, как по 223 калибр, вот, 5,56 резьбой, одна, вторая на 28, да, ЮНИФ вот эта, ну, которая на 223 калибре. Она, кстати, меньше, чем 14 на 1, вот, и опять же, здесь она правая. Вот на этом левая 14 на 1 левая, здесь 1,2 на 28 правая. Здесь более мелкие витки, сам диаметр меньше выходного, поэтому вот это можно просто надеть на 223, и он будет так надеть, снять, надеть, снять, даже не прокручивая, не накручивая на резьбу. Собственно, в чем отличие, что страйкбольная, ну, по сути, я называю страйкбольным, хоть он и стальной, да, они из алюминия, обычно для страйкбола из алюминия делается. ДТКшки, потому что, ну, там нагрузки никакой, этот такой тяжеленький, все как бы, но я его использовал именно, я же говорю, для реализма у себя на страйкбольных приводах. Вот, и в данном случае сталь обычная с покрытием, или полностью не ржа, покрытия никакого не надо, то есть при обработке видно, что материал действительно не ржавейка, полностью нормально сделан. И варианты какие будут, смотрите, значит, будет вариант в, под 223, в данном случае, как у меня, 223 резьба, 1.2 на 28, будет вариант 308 калибре, 7.62-308, вы меня поняли, да, с резьбами какими, 1 на 14 минус, то есть вот такой большущий ДТК с жабрами уже будет под калаш подходить вариант, раз, и будет под 308 с резьбой, как она там называется, 1.5 на 28, или, поправьте меня, или, а, 24, по-моему, 1.5 на 24 идет, то есть, которая уже накручивается на большие стволы в калибре 7.62 на 51, то есть 308 натовский, натовский, как раз именно 7.62 на 51, нато, да, а охотничий, точечка 308, вот так. Вот, я надеюсь, вы этих самых дизлайков за такое, что я вот фигню несу, много не наставите, хотя мне, в принципе, похер, можете ставить. Вот, ну, я могу путаться, конечно, в некоторых вопросах, но, тем не менее. Так вот, те, что в 7.62, естественно, будут иметь отверстия под выход, под семерку, на 223, естественно, имеют здесь отверстия, вот, попытаюсь показать, довольно маленькие, то есть здесь 6, где-то, 6.5, по-моему, этот самый, отверстия расфирлено. Ну, я думаю, что вот этот ДТК, он довольно тяжелый, тяжелее, чем вот этот, естественно, здесь все-таки больше стали, не ржи, вернее, вот. Да, и ржать тоже не надо, не ржавейки. Вот, и не стрелял еще, честно, ребята, видите, он девственно такой, еще чистенький, надо выехать, все-таки стрельнуть из него, как себя ведет. Опять же, нужно прикупить патронов разных, хочу, 55-е, 69-е, 75-е, и пострелять, причем даже в темповой стрельбе хочу все-таки испытать. ДТК по сравнению, как подброс идет на Калаше, я хочу взять, попробовать Калаш, стрельнуть на Калаше с таким ДТК, и, собственно, потом со своей арки пострелять вот с этим ДТК, который такой мощный, здоровый, с развитыми жабрами. Ну, понятно, что у Калаша сколько там, 760 метров в секунду, да, а здесь от 830 и там до 900 с чем-то. Понятно, как здесь будут газы расходиться и какие нужны все-таки свойства ДТК для того, чтобы сдержать немного отдачу и, опять же, подброс ствола удержать. Вот, вот такие небольшие планы и беглое сравнение ДТК-шек копий Лантан Дракон. Собственно, маленький для Калашаева, а то у меня остался последний, так что торопитесь. Вот, кто хочет забрать, возможно, возможно, если будут и желающие, я попробую заказать у производителя китайского, естественно, ребят, Китай. В Штатах такой ДТК стоит 160 баксов, у нас в магазинах вроде привозят, и его цена получается то ли 220, то ли 240 баксов, где-то так. Могу немножко ошибаться, но он явно не 160, он за 200 баксов стоит. Этот вариант китайский, который будет для Калаша, по-моему, в черном варианте, будет стоить примерно, сейчас скажу, то ли 60, то ли 65 баксов. В варианте из нержавейки на 10 или 15 баксов будет дороже. Для 308-го калибра тоже, по-моему, на 5 или на 10 баксов будет дороже, чем... А, ну этих не будет, нет, там уже, значит, цена такая же остается. Вот этого мелкого не будет, вот этот сейчас стоит 55 долларов, а эти будут начинаться от 65, где-то так. Я сейчас точно не могу сказать, потому что производитель сам мне еще цен не дал. Этот мне в закупке обошелся, чтобы не соврать, 60 баксов. Вот, они его прислали, это в закупке, я повторюсь, понимаете? То есть, какой выхлоп, если в закупке N60, а я, например, привезу его и за 65 продам, у меня выторг 5 баксов, это, причем, что я переживаю, доедет ли оно, пропустит ли таможня, как китайская, так и наша потом здесь. Понимаете, да, что, ну, как бы, по сути дела, я как бы сварил яйца, и мне навар с яиц остался. То есть, я купил сырое яйцо, сварил и продал вам вареное яйцо. При этом я потратил газ, и у меня остался навар самого яйца, и дело с ним, что хочешь. Ну, а так, короче, такая сумбурная речь, собственно, будем испытывать, что он из себя покажет, пока я, наверное, не рискну их заказывать, я хочу посмотреть все-таки, что покажет сам ДТК по себе, а потом уже будем смотреть, есть ли смысл их привозить к нам и демпинговать некоторые оружейные магазины. Ну, выбор, опять же, будет за покупателем. Или покупать оригинальную вещь, вот, или покупать китайскую копию, на которой нет, на некоторых, кстати, будут логотипы, там, производителя, там, что такое, типа, вот, Vector Optics или Optics Planet, некоторые пишут, или, не помню, там еще какое-то китайское название, типа Hunt или что-то в этом роде. Вот, ну, это все такие суббренды, скорее всего. Производитель один, он любой логотип может напечатать, если захотеть. Опять же, зависит от того, какую партию брать. Я беру тестовые образцы в единичном экземпляре, поэтому и цена довольно-таки приличная, и уговаривать приходится. Собственно, все, ребята. Чтобы не пропустить тесты, вы знаете, что делать. Подписываться на канал, делиться видео, вдруг у вас знакомы, нужны такие вещи, или им интересно тема тюнинга, оружия, вообще, болтологии об оружии и так далее. То есть, делимся ссылками на видео, на канал, лояльно относимся к рекламе. В итоге будет больше всяких шняжек у меня на канале, ну, и будут они чаще. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Счастливо.